Привет! Это будет необычный ролик, возможно, многих уже удивило название. Кто-то, возможно, уже вообще потянулся за мышкой, чтобы написать в комментариях «Ты что, совсем что ли, ебанулся? Ролик про пошлой Молли тут решил запиливать? Лучше бы рассказал про новый альбом каких-нибудь, не знаю, там, «Well, she sleeps». Начну с того, что недавно я ездил в отпуск и в своих роликах рассказывал о том, что сначала мы там в самолёте, а потом уже позже и в аэропорту по прилёту пересеклись с вокалистом пошлой Молли. Тогда мы поздоровались, дали друг другу пятюню, ну и, в принципе, в общем, это всё. Через пять минут я уже об этом забыл. Почему я это говорю? Потому что вот этот ролик совсем с этим никак не связан. Я хорошо помню свои эмоции, когда только появилась эта группа. Мне сразу не понравилось, очень не понравилось название, но я понимал, что название — это такое, как бы если музыка хорошая, то названию пофиг. Тогда я включил материал, не помню, что это тогда было, то ли первый какой-то сингл, то ли первый их альбом, но материал мне тогда тоже не понравился. Потом я начал видеть очень много их рекламы в ВКонтакте, в новостных лентах, в пабликах, в разных, во встречах. Их везде было прям слишком много, меня тогда это всё раздражало, и, как следствие, это ещё больше ухудшало моё отношение к этой группе. Поэтому, как только в те времена кто-то начинал говорить о пошлой моли, я сразу начинал морщиться, что типа, ребят, ну давайте о чём-то другом. Реакция была только такая на всё, наверное. Сейчас у группы вышел новый клип, он всплыл мне в предложенных на YouTube, я решил на него кликнуть, посмотрел, и решил поделиться впечатлениями со своим другом Лёхой Джигурдой. Причём сначала я даже не столько делился впечатлением о клипе, сколько кинул ему ссылку и сказал, типа, тебе никого не напоминает вокалист в этом клипе, типа, его внешность. Вот. А мне его внешность напомнила Паша Макарова из группы Дежавю. Если тут есть олдфаги, которые такую группу знают, то поймут, о чём я говорю. Собственно, тогда у нас с Лёхой завязался разговор, в ходе которого я сказал, типа, блин, наверное, если бы сейчас подписчики на Умерси Рэддио услышали бы это, они бы меня какахами закидали. Но, типа, я поймался на мысли, что не так уж и плохо всё это. Короче, что я хотел всем этим сказать, группа Пошлые Молли — это не та группа, которая есть в числе моих любимых команд. Я даже не знаю, куда их лучше классифицировать. Типа, ну, к Гранже, наверное, нет. К какому-то к альтернативному року, наверное, тоже нет. К поп-панку тоже их особо не классифицируешь. Если говорить про поп-панк, ну, естественно, Пошлые Молли — это близко не какая-нибудь группа Пляж. Это не группа 1,5кг отличного пюре, не группа Бзик, не группа Берлин. Ну, короче, да, это другое. Но мне показалось, что Пошлые Молли — это сейчас группа, в которой, ну, присутствует какой-то дух поп-панка, дух самоиронии, присутствует какое-то свойственное всему этому раздолбайство. Не знаю, как это объяснить. Но, опять же, перечисленных мной групп, типа 1,5кг отличного пюре, Берлин, Пляж, не знаю, Плашфиш, никогда не было в гостях у вечернего Урганта. А Пошлые Молли там были, причём не просто с каким-то там незрачным, невзрачным выступлением, но они тогда довольно прикольно угорели там по Нирване. И я думаю, что это не был какой-то именно закос из разряда «закос», а это была тоже какая-то самоирония. При этом, кстати, надо заметить, что трек тогда, ну, прозвучал достаточно тяжело для первого канала. Я не знаю, может быть, это даже самое тяжёлое, что звучало в эфире вечернего Урганта. Своими всякими вот электронными звучками это всё мне немножко напомнило раннюю психею. Как раз как они вот лет, наверное, уже 15 назад выступали на телеканале ТВЦ в программе, по-моему, она звала «Кухня» или «Открытый проект». Они там были молоды, горячи, говорили много всякого в интервью, ну, там, с ними общались между песнями. Было видно, что в них присутствует весь вот этот максимализм, было видно, что в их душе присутствует рок, что они хотят бороться со всем вот этим вот старым говнороком, хотят показать, что они такие новые, прогрессивные, альтернативные. Я думаю, что тогда многие телезрители их тоже воспринимали примерно так же, как сейчас многие восприняли, наверное, пошлую моли, покрутили у виска, назвали дебилами. Но что-то во всём в этом, возможно, было. Также ни у кого из перечисленных мной вот русских, каких-нибудь по панк, эмо, неважно, там, альтернативных групп, ну, никого из них никогда не звали к Дудю, ни у кого из них нет клипов, собравшихся там хотя бы десяток миллионов просмотров, ну и, в принципе, ситуация по сборам на концертах тоже примерно такая же. Помню, когда я в своей рубрике «8 родомных групп» спросил у 5 диез про пошлую моли, они тогда удивили меня, ответив, ну, достаточно положительно, и даже что-то сказав такое, что, типа, ну, проводя какие-то аналогии между пошлой моли и ранними диезами, которые тоже... Спасибо, что досмотрели ролик до конца, будем рады вашим лайкам и комментариям, будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмёте на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублём, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.